привет дорогие друзья пришло время отправить мою ferrari на пенсию никогда не думал что сейчас буду когда-то в жизни такое делать 35 миль в час неплохо капотли вот он и есть вот он и есть последние много лет она ездила из-за того что это электрическая машина ей не нужно проходить смог человек как смог человек по-русски техосмотр выхлоп но последние сколько два или три года калифорния заставила все машины после до какого года 2000 года гибриды и и меня как раз 2000 года гибрид и ему нужно проходить смог человек и он не прошел и вот геннадий профессиональный инспектор который мне говорит что можно мне сделать во первых я могу машина стоит сколько тысяч долларов наверно я у меня вот такие шаги я могу ее сремонтировать у меня каталик который 200 баксов будет ремонт стоит и большущая задняя батарея который стоит две тысячи долларов стоит ли мне в нее вложить не знаю вроде бы нет она мне отслужила очень много но я потом расскажу как она мне на самом деле мне души машина так так дорога вот шаги которые мы можем сделать и в калифорнии есть такая программа где машины которые старые не проходят чайки не проходят тесты их списывают на пенсию под пресс и вам платят тысячу или полторы тысячи долларов зависимости от вашего дохода и вот у меня геннадий об этом рассказал об этой программе и я готов для этого нужно государству доказать что машина не прошла смог человек и вот и геннадий вы не распечатали за эту программу какие причины 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 значит вот тут код есть у нас сейчас где-то здесь есть по фаши никита лайтон файл обиде ту тест код вот здесь катались системы фишинси белу треш-холд вы только больше чем надо показывает даже каталик не работает правильно а второе то что а второй это мануфактур это батарейка я знаю это моя задняя большая гибридная батарея да обидно несмотря машина еще бегает гоняет самый на экономной пробегу во всех машинах в америке почти 60 55 и все-таки приходится его под пресс я лучше если не это бюрократия на ней еще ездил ездил есть очень спасибо вам за вашу быструю работу в геннадий мне очень много машин ну как немного все машины мы проходил а вот тот вот завалили но мы специально я сюда ехал завалите скрипят душой распрощаться да и мне будет больно когда ее будет сжимать под пресс и потом следующий шаг я еду завтра в дмв или в гаи узнавать буду как мне в эту программу влезть какие дальше шаги и так дальше все друзья это был обзор я думаю если вы живете местный сакраманчанин и вам нужно пройти смог чек лайк и брейк тормоза и проверка баланс фар что вы еще делаете здесь в офисе по словам смог брейк и лайк но для особых клиентов вы еще делаете шины что и нас шины шины для особых очень для особых если если бьют колеса то мы можем узнать почему они бьют то есть на рейтинг да да или это резина или это баланс или это римс это можно вычислить и у вас есть специально дорогущий станок да там который это все делать ну и вот такой офис сколько вы уже в бизнесе геннадий с 98 20 лет скоро будем праздновать четко и на одном месте все знают все хорошие клиенты только сюда возвращаются сюда потому что цена лучше и сервис прекрасный и вот отношение самое важное они были загонит должны были закрыться 40 минут назад а если что обознал геннадия приеду я опоздал конечно извините но меня дождались меня завалили но мы для этого сюда ехать так что спасибо геннадий мы вас еще увидим и дорогие друзья перекресток как это будет orange grow 8 not highlands самый лучший тест центр города баба какой красивый закат солнца я проезжаю и решил остановиться как мне пропустить такой закат солнца такую красоту и при этом всем обращаясь машина я больше на ней вряд ли когда-то сюда приеду в силиконовую долину потому что она уходит на пенсию она мне было большим уроком большим служителем спасибо просто выражаю благодарны ко мне приехали американцы друзья разбирать так вот гибридную систему уже снимает посмотрите славик дроворуб снял свои части меня был красивый клинтайтл сейчас мы стараешь страшный страшными колесами сборка у меня во дворе уже задние колесо стоит запаска а у смолы а он вторая точка уже забирает мои запчасти в общем мои друзья американцы разбирают машину для своих целей я получаю от этого удовольствие и машина не зря уходит не не зря пропадает вот красавица уезжает с моим новым крылом этот человек с которым мы войдем в партнерство если все будет классно по покупке апартмента вот он счастливый уезжает с двумя красными крыльями и моими новыми колесами а мне оставил вот что не знаю эти колеса мне напоминают жигули I'm the hybrid system yeah that makes this car run 55 plus miles per gallon in all the last uh many months it's it wasn't used because check engine light and shuts off yeah but i never i don't have am i am МИЛ? Солнце на, не на. Может быть, это все-таки идеально. Но вы увидите. Хорошо, хорошо. После ремоделения Давайте проверим. Заводится ли машина? Окей, завелась. Батарея. Короче, это третий разбор. Только что забрали, пацаны. Короче, что вы забрали? Мотор задний, гибрид. Машина стала на 100 паундов легче. И забрали, что еще, пацаны? Глушак, да? Катали. В общем, мы надеемся, что все будет все легко, все пройдет. Накачали колесо. Без кондиционера и без закрытыми окнами они еле доехали домой. И... Ну, в общем, потихоньку уже второй день разбираем машину. Но она на ходу. Все самое приятное. На свалку приедем. Пока-пока, пацаны. Спасибо за этот джип. Даже не джип. А для тренер Toyota. Это будет самое сейчас приятное, что я взял эту Ferrari раскуроченную, которую завтра или послезавтра я ее буду сдавать под пресс. Сейчас постараемся, чтобы она нам послужила. Если бы ее видели снаружи, вы бы ужаснулись. Вот это вот моя Honda Insight. Вот эта красавица. Сейчас нам будет служить. Вот. Вообще, ее разобрали по кускам. Лучшие запчасти позабирали. Худшие оставили. Последний раз в жизни. Завожу машину, она уже не заводится. Надо прикурить. На дворе красота. В моей машине очень тепло. Не открываются окна. Кто-то менял дверь и забыл сенсор подцепить. Спидометр не работает, потому что полностью посажив батарея. Полностью гибридные системы сзади. Ни батареи, ни моторчика. Ничего нет. Я не знаю, как машина едет. Бензина меньше нуля. На парах она как-то доезжает. Потому что не охота заправляться. Осталось 6 миль доехать до свалки. В общем, машина дергается. Очень слабо она едет, разгоняется. Благодаря Саше сзади меня, он, если что, меня спасет. В общем, вот такой экспириенс. Все, ну, едем. Главное, что едем. Пока мы едем. Закончилась. Полностью села батарейка. Батарейка. Поэтому Саша меня снова спасает. Завожу. И снова. Невозможно, нужен будет бензин. Я не уверен. Может, капли две или одну. Сейчас посмотрим, если этот американчик даст. А что ты хочешь? Спасибо. Вот американец мне сказал. На, заправку. Чисто доехать полмилли. Сэр. Спасибо, сэр. Амда. Асу. Чувак. Я сказал. Можно у вас каплю бензина? Потому что я пока проведу кредитную карту. Пока. 45 центов заплачу за кредитку. Он мне за бесплатно подарил каплю бензина. Вдруг. Вдруг, если что. Все. Осталось минут две подождать. Пусть зарядится батарея. И мы едем. Ну, я сказал. Вдруг. Потому что я подумал. У меня закончится бензин. Я нажимаю на газ. Ничего не происходит. Если бензин, то это может быть бензин. Но я завелся только что. Оказывается, батарея была. Ну, я пару капель. Просто чтоб было. Остановились нехватки энергии. Подключили наш прикуриватель. Который положили в капот. И в включенном, видите, капот прыгает. Вот смотрите. Спинометр работает. Все классно. Едем. Все показано. Просто не хочу быстро ехать. А то взлетит капот. Бахнет, разобьет окно. Ну, даже с таким должны принять. Просто никогда не думал, что сейчас. Буду когда-то в жизни такое делать. 35 миль в час. Неплохо. Капот. Вот он и есть. Вот он и есть. Давай резко тормознем. Не получается. Красава, да? Я так и знал, что так может случиться. Ну. О! А что же? Нормально, нормально. Заснял. Вот это пойдет funny videos. Ничего, мне не жалко машину. Она свою отслужила. Нет, жалко чуть-чуть. Я в шоке. Со мной это случилось в первый раз в жизни. Урок дня. Не едьте при открытом капоте больше 35 миль в час. Вот сейчас я 35 еду, но я защелкнул его хотя бы. Он немножко согнулся, поэтому можно защелкнуть. Наш destination. Фууууу! Осталось 50 метров. А потом инспекция. Пройдет ли наша машина. Переживай. Пока я уже ту. Там происходит экзамен Вольве с старенькой. Проверяет машина заводится. Мне кажется, что prompts ville 2.70. 2.70? Да. Это много. Мой первый... очень круто что пока я ждал целый час в очередь саш саша заснул молодец я отключи не отключая сейчас отключу пока все мы ждали машина зарядилась аккумулятор и должен следующие 10 минут сделать то что он должен сделать с с последний раз жизни аккумулятор продержись пожалуйста мы такие не увидели не может пойдем посмотрим джон пьер как это все выглядит на самом деле но вот это весь процесс вот воль рядом с вольвочкой стану и попрощаюсь машинкой как работает пекин пул заходят люди со своим инструментом платят 2 доллара за вход и идут вот туда вдаль ищут свои машины и разбирают их не выходят платят за предмет за часть и так дальше если им не нравится что то то есть в конце если машина не проходит ничего даже не тоже не проходит если ничего за какое-то время мне не купили или она простояла не было в ней профита ее просто отвозят под пресс и где-то здесь пресс есть я его просто сейчас не вижу сжимал вот американец рядом со мной сидел сдает ford 98 года фонда аккорд хорошая тачка идеальная тачка женщина парканись возле мустанга вон там возле белого женщина 270 прогнала на вольве сдает вот митубиши это вообще мусор если кого-то оскорбил извините но это на самом деле плохая машина короче гайки что могу сказать а государство на этом на самом деле очень сильно теряет деньги и я не знаю зачем они эти делали завелась слава богу молодец машинка не подводить это окрашиваем сдаю полностью машина без ничего без без бензина без даже с треснутым стеклом ну смысле рад шо она мне дожила моя инспекция вот подпишись а но у меня все и и в смысле все и в смысле Я не могу Ты это будешь брать, забирать? И со своими инструментами разбираешься любую тачку Вот здесь? Да, ну вот это все поле И там возле пальм Также вот эта машина Все которые расписаны Это под пресс уже идут Интересно где у них находится пресс Я бы хотел его заснять Ну короче такая вот Туда особо сильно нельзя Сильно нельзя, да Вот чувак махает Дамы и господа Я приехал через часик Та же джонка Тот же ярд И смотрите что мне дали В течении Полтора часа Мне государство подарило Тысячу пятьсот долларов За этот мусор На самом деле Можно подумать Что я оббираю государство Но с другой стороны государство Обобрало меня И мы в расчете Государство два года назад придумало Новое правило Что эти машинки Вот эти маленькие гибридные Должны идти на техосмотр Когда они 15 лет ездили И не надо им по техосмотру Потому что они гибридные Очень экономичные Ни выхлопа Ничего нет Вот оно Прощай Прощай моя Феррари В общем Мы в расчете с Галифорнией Она меня обобрала машиной Ну на самом деле Я уже рад От нее был избавиться В общем Продолжим Я хочу сделать еще итог Сколько мне машина заработала Сколько она мне вышла Сколько В итоге В итоге Что В мае 2014 году Я выиграл эту машину На аукционе Копорт За 2200 долларов Налог 415 долларов Какой то еще Фонд Потом еще За то что мне ее вывезли 70 долларов За то что ворота открыли 30 долларов За то что 10 долларов Прислали какой то документ В итоге В итоге Я 2600 заплатил Аукциону Ну и потом Дилеру Дилер же еще Накинул свои деньги Вот За то что это Clean Title машина За Title 200 долларов Потом 35 Регистрация Ихние услуги И 129 DMV Государству В итоге Я Моему дилеру Заплатил 3000 Почти 100 долларов Выиграл за 2200 Заплатил 3100 На руках Она мне оказалась За 3100 И после этого Я купил Аккумулятор За 100 долларов И все И поехал Вот 3300 3200 Машина У меня Полностью По вторник Я езжу Могу Когда под конец 120 В итоге В итоге Я на нуле Покупаешь 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 Эксплуатируешь Эта машина Старый Всех Всех Вдохновить Использу Весь урок Некоторые Некоторые Что я пережил И не завела И не завела То есть Едет Едет И заглох Вот Прослужила Мне много Сейчас Чуваку Слава богу Что она очень легкая Алюминиевая Я ее прокатил Вот Метров 50 Сюда догнал Сейчас мне помогут его Сейчас Мне надеюсь Помогут Соединиться Connect В смысле Завестись Так вот такой апдейт Подкатил Тачку К чувакам У чуваков Оказалась Батарейка То есть батарея Такая же как у меня За 100 баксов Могут продать Джампер Такой Электрический джампер Могут за 200 баксов Продать использованный Но я не уверен Моя машина Дотянет до города Сакраменто 130 миль На вот этой Новой батарее Не уверен Поэтому я решаю Что делать Посоветуйте Ну, the best part of that thing is That's my university on wheels Like Zig Ziglar said Turn your car into university Yes Всем привет Ladies and gentlemen Угадайте Как мы заслужили Вот этот желтый монстр The question Or the answer Is very simple For a few months Or even a year Drive this little Ferrari 57 miles per gallon Save money And buy this monster 9 miles per gallon Thank you very much Уезжает чувачок Uber Подъехал ко мне И спросил What's up Батарейка села Аккумулятор Я говорю Да Моя старушка Ferrari Умирает Прямо на глазах Поэтому Начинаю Отгнать Маленький Аккумулятор Который я С помощью этого Джампера Уже несколько раз Спасаю Или То есть Он продолжает у меня ездить А вот Неприятно Страшно Даже Посреди пустыни Взял Становился Даже Не знаю где Хотя Это Ферма Ферма Solar Солнечных Панелей Генерирует Электричество Куда-то его направляют Очень умно Очень мудро И Круто В общем Позже расскажу Процесс Утилизации Или Отправление На пенсию А сейчас Завелся Я рад Еду на работу Аж Страшно Куда меня ведет Разноцветное шампунь В общем Протекция Я не знаю слышите меня или нет Но Вещь прикольная Сейчас моя Феррари будет как зелер Ждем Ждем Поехали Спасибо хорошо короче, присосить я не буду потому что через 20 дней эта машина уйдет в углу гарбич ну, в смысле, в мусор или под пресс красота красота блеск колеса блестят меня сзади машины ждут хорошо, спасибо и вот таким образом под прессом машины везутся, я не знаю куда мне хочется сказать, куда-то в Мексику куда-то в Мексику сбрасываться в океан это шутка, я сомневаюсь что так делается я думаю, где-то на металлолом переплавку и так дальше вот вот таким образом моя Феррари ушла на небеса ну, не на небеса сами знаете куда спасибо 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 спасибо